2017 год стал урожайным для инваспортсменов Брещины. Четыре золота с чемпионатов мира и Европы привез армрестлер Виктор Браченя. Серебро чемпионата мира по спортивным танцам на колясках у Анны Сиротюк. Бронзовая награда мирового уровня в активе шашистки Галины Лабекиной. И это только малая часть достижений спортсменов-инвалидов. Они, как отметил заместитель председателя Брестского облсполкома Олег Величко, гордость и слава белорусского спорта среди атлетов с ограниченными возможностями. Пример для молодого поколения. Мы со своей стороны как и поддерживали, так и планируем оказывать в дальнейшем поддержку. Точно так же, как и по всем остальным нашим спортсменам. В прошлом году мы отправили на 29 республиканских соревнований наших параллельмпийцев. Провели своих 10 областных соревнований для этой категории. Поэтому какая-то работа в этом плане у нас уже системная, можно сказать, есть, имеется и она продолжается. Главными героями встречи и чествования стали Дмитрий Лобан и Лидия Графеева. На двоих четыре медали. Две бронзовые награды в биатлоне у Лидии и два серебра в лыжных гонках у Дмитрия. Именно Дмитрий стал первым брестским паралимпийцем, завоевавшим медаль на зимних паралимпийских играх. Сегодня четыре новые паралимпийские награды стали настоящим подарком для всех любителей спорта. Сделали работу над ошибками. Сочи, конечно, был такой, не сказать провальный, но для нас это, по крайней мере для меня, я сделал выводы, что я не хочу быть статистом и очень хотелось завоевать медали. Самый запоминающийся эмоциональный момент у меня был тогда, когда Дима Серебро на спринте выиграл, на гладком спринте, на лыжных гонках. Для меня это было особенно, потому что я в этот момент стояла на старте и должен был быть мой финальный забег. А он уже финишировал, и не просто финишировал, еще и вторым эмоции зашкаливали. Вот это, конечно, я никогда не забуду. Грамоты, благодарственные письма и денежные сертификаты для спортсменов и их тренеров, как знак признания за достижение высоких результатов. А еще атлеты получили твердую гарантию со стороны руководства области, что всегда и во всем им будет оказана поддержка и помощь. Так что наш регион без медалей не останется. В планах отдохнуть немного и пересмотреть проделанную работу и ставить планы дальше на второе четырехлетие подготовки к следующим паралимпийским играм. Вот чемпионат мира будет у нас в этом году. Золота ведь еще нет, надо стремиться.